День создания адресно-справочной службы российского государства не раз произошли перемены в ее структуре, но ее деятельность осталась неизменной. Обработка данных о местопребывании любого гражданина в пределах области. А что нового и интересного произошло в Десногорске, мы узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Чтобы не заболевать, я пришла для себя это сделать. Болеть нельзя привиться. Как поступают десногорцы? В области обезврежена банда псевдобанкиров. У человека и так неприятность, а вы лезете со своими вопросами. Очередная авария во втором микрорайоне. Это весело, интересно. Можно много узнать, многими людьми познакомиться. Юные эрудиты испытали себя в викторине из-за претения человечества. Фонтан заработает в начале апреля следующего года. Отек легких, затрудненное дыхание, отит, инфаркт миокарда, кома и даже смерть. Все это последствия осложнения после гриппа. Не все готовы пойти на такой риск и стараются прививаться перед началом эпидемии. Как это происходит в Десногорске, смотрите в нашем сюжете. Медсанчасти номер 135. От гриппа привились уже 940 взрослых. 500 из них – это работники образования, которые находятся в наиболее уязвимой группе населения. Остальные – это те, кто пришел, чтобы не заболеть в течение года. Именно столько действует прививка. С 1 сентября 2018 года организована вакцинация населения против гриппа взрослого и детского населения. В настоящее время у нас привито всего 1300 человек. Это дети вместе со взрослыми. Вакцинация против гриппа рекомендуется все-таки проводиться перед началом подъема заболеваемости, поскольку лица, имеющие хронические заболевания, если заболеют гриппом, то грипп в таких ситуациях протекает в более тяжелой форме, присоединяются пневмонии и осложнения гриппа. Поэтому существует нацкалендарь профилактических прививок, и там выделены категории граждан, которые должны быть обязательно привиты. Работникам сферы медицины, образования, коммунальных услуг, призывникам и людям старше 60 лет и имеющие хронические заболевания настоятельно рекомендуют прививаться. Те же, кто не связан с этими группами, все равно проходят вакцинацию, чтобы перестраховаться. А чего ты сегодня прививалась? От гриппа, чтобы не заболевать, и я пришла для себя это сделать, чтобы не было осложнений. Приходить в прививочный кабинет нужно только с направлением. Его можно получить у терапевта или инфекциониста. Перед процедурой выясняют, нет ли у человека аллергии или температуры. Противопоказанию у вакцины Суви-грипп, которые используют в медсанчасти, только одно – аллергия на куриный белок. В целом прививка переносится хорошо при соблюдении общих рекомендаций. Например, следует принимать легкий душ, в баню, бассейн не ходить и не натирать место укола. После прививки возможны местные проявления, то есть такие, как покраснение зудку кожи в месте инъекции, либо может быть небольшое повышение температуры. На это не стоит обращать большого внимания, просто через день все это проходит самостоятельно, либо принимать антигистаминные препараты, допустим, лорат-1 день-2, и вот эти местные реакции проходят. Я тоже решила сделать себе прививку, потому что вакцинация важна для организма. Она помогает избежать обострения гриппа или облегчить его симптомы в случае инфицирования. Одни после прививки переживают сезон эпидемии без рецидива, а другие вместо гриппа сталкиваются лишь с симптомами ОРВИ без осложнений. Однако каждый случай сугубо индивидуальный. Смолялин Олег Петриков получил награду за развитие автоспорта. Вручил ее в Грозном глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Олег Петриков руководит российской серией кольцевых гонок и является генеральным директором спортивно-технического клуба «Смоленское кольцо» 2010 года. За это время автодром четыре года подряд принимал чемпионат Европы по гонкам на грузовиках. Они привлекали в Дракобужский район десятки тысяч российских и зарубежных зрителей. С момента открытия «Смоленское кольцо» оказало значительное влияние на развитие региона в целом. Ворочали миллионами и ничего не боялись. В области орудовала банда фальшивых банкиров. Их жертвами стали сотни смолян. Однако дерзкой преступной деятельности все-таки пришел конец. Подробности смотрите далее. Спецоперация при участии Росгвардии прошла молниеносно. В офисе на момент задержания находились семь человек. Четверо мужчин и три женщины от 26 до 39 лет. Все они прекрасно осознавали, что занимаются незаконной деятельностью. Мошенники, используя реквизиты и расчетные счета фирм «Однодневок», производили кассовое обслуживание, обналичивание денег и иные финансовые операции. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России по Смоленской области была пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. В ходе обыска были выявлены названия фирм «Однодневок» и суммы, которые проводились через эти компании. Компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, а также денежные средства – все это было изъято оперативниками в офисе махинаторов. На данный момент в отношении фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Алина Сазонтова, Светлана Разганова, Десна ТВ. Сегодня, 15 октября, Десногорск снагрыл сильный туман. Плохая видимость создала помехи и водителям, и пешеходам. К счастью, аварий зафиксировано не было. Смоленску повезло меньше. Из-за ДТП на улице даже встали трамваи. А на Кирово произошла массовая авария, участниками которой стали пять автомобилей. На Росльском шоссе, по сообщениям водителей, видимость была менее 50 метров. Десногорский туман спал к 10 утра. Внимание и соблюдение правил дорожного движения должны быть на первом месте у каждого водителя. Дорожно-транспортное происшествие может произойти из-за малейшей неосторожности. В нашем городе такие случаи не редкость. Очередная авария случилась на дорогах Десногорска 12 октября. Подробности далее. В пятницу около двух часов дня в районе Дворца молодёжи произошло столкновение. Водитель ВАЗ-2105 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества «Шевроле Орландо». В результате аварии пострадавших нет, а оба автомобиля получили технические повреждения. «Ехал, видите, по крайней левой полосе. Товарищ выезжал, потому что правая полоса вся занята. Не уступил, мне получилось ДТП». «Как вы считаете, во сколько обойдётся вам ремонт?» «Ну вы как считаете, во сколько это обойдётся?» «Вам придётся заменять дверь или всё-таки это можно выровнять?» «Нет, это, наверное, уже нельзя выровнять. Хотя с нашими умельцами всё можно, но это, наверное, бесполезно». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, были произведены необходимые замеры, опрос участников ДТП и свидетелей, составлены протоколы. По информации нашего источника, в органах внутренних дел виновником аварии признан водитель отечественного автопрома. Теперь ему назначен административный штраф в соответствии с законодательством. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Сборная России завоевала шесть медалей в восьмой день соревнований Юношеской Олимпиады в Аргентине. Золото в команду принесли борцы Сергей Козырев и Атминхан Тимботов. Серебро – метательница Виолетта Игнатьева и пятиборец Егор Громадский. Бронзу – Вера Белянкина – прыжки на батуте и Руслан Терновой – прыжки в воду с трехметрового трамплина. Команда России лидирует в медальном зачёте. В нашей сборной уже 43 награды. 12 октября Центр культуры и молодежной политики провёл среди школьников викторину «Изобретение человечества». Кто изобрёл парашют и акваланг? Как придумали мыло? Чем увлекался Пётр I? С такими вопросами пытались разобраться ребята. Кто оказался более эрудированным, выясняла наша съёмочная группа. Познавательная викторина состояла из трёх туров в каждом по 10 заданий. В ней приняли участие все школы города с 6 по 8 классы. Ребятам предстояло ответить на вопросы об изобретениях разных эпох и стран мира, показать умение логически мыслить, анализировать исторические факты и работать в команде. Они с интересом искали и практически всегда находили правильные ответы. Но даже если верное решение так и не находилось, они внимательно слушали, где же всё-таки спряталась истина, тем самым расширяя свой кругозор. Это весело, интересно, можно нового много узнать, многими людьми познакомиться. Когда я сюда шёл, я волновался, потому что нам сказали, что мы будем, я думала, что мы будем с шестыми классами, но на самом деле мы были с восьмыми, девятыми классами. И мне было немного страшно. Но когда мы заняли первое место во втором туре, то есть шанс выиграть. Самый интересный вопрос был, что изобрёл Эдисон. И я сразу вспомнил, что это была лампочка. Мы же узнаём много чего нового. Ну, это мы сами можем узнать, но это же... А тут и призы, и команды, и соревнования такие проводятся. Я не зря провёл это время и не зря пришёл сюда. Интеллектуальная игра шла всего чуть менее часа. В составе жюри были сотрудник реабилитационного центра «Солнышко» Елена Ячменёва и представители волонтёрского штаба. В ходе нелёгкой борьбы самыми эрудированными оказались мальчишки и девчонки из первой школы. Без грамот и дипломов не остался никто из школьников. А за активное участие и смекалку ребята были награждены канцелярскими принадлежностями. Завершилась встреча общим фото на память. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Жители Дорогобужа жалуются в социальных сетях на то, что один из дворов затопила канализация. Нанотехнологии на территории опережающего развития. Поверхностная канализация из одного колодца переливается в другой. Всё просто и надёжно. Так держать, пишут пользователи. Пока власти города никак не отреагировали на беспокойство Дорогобужцев. В России предложили ограничить количество оповещений по громкой связи в аэровокзалах. Так, Международная ассоциация аэропортов хочет снизить уровень шума и стресса у пассажиров. Идея организации направила Минтранс. Подобная практика уже успешно работает в аэропортах Сингапура, Мюнхена, Варшавы и Хельсинки. Однако эксперты предупреждают, что вводить изменения нужно постепенно, чтобы избежать массовых опозданий на рейс. А теперь коротко о погоде. 16 октября в Десногорске будет ясно. Днём плюс 17, ночью плюс 7. На сегодня это все новости. Всё самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnative.ru. С вами была Элина Нурматова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok